Здравствуйте дорогие друзья, наши подписчики! Сегодня мы с вами поговорим о лобзиках. О том, как выбрать для себя лобзик для домашнего своего применения, частного использования. Вот, у меня здесь представлено несколько моделей лобзиков. Здесь есть какие-то конструктивные особенности у каждого, поэтому немножко поговорим о особенностях каждого, а потом возьмем один и уже более подробно поговорим о нем. Поэтому, берем лобзик, первое, на что следует обращать внимание, это на, ну вот прямо отсюда снизу начнем и сюда вверх, на подошву. Подошва желательно, чтобы была крепкая, литая, если она вот такая вот, как бы давленная из простого листа металла, это не очень хорошо. Особенность в основном дешевых лобзиков, такая подошва. Дальше. Крепление пилочки. Это очень важный момент, потому что у всех лобзиков крепление пилки разбивается довольно часто у многих, вернее, лобзиков. Потому что, чем дешевле сам по себе лобзик, тем этот узел, он менее качественный. Вот если здесь возьмем, посмотрим, крепление идет как бы на двух винтиков, вот отсюда с торца, и вы их крутите ключиком на четыре, вот шестиграничком, или на три там, смотря какой лобзик. Вот это крепление, это очень ненадежное. Вот эти два винтика, они там имеют очень тонкую слабую резьбу и со временем быстро разбиваются. К тому же там есть такая планка прижимная, которая вам пилку прижимает. Она, соответственно, очень быстро ломается. Она алюминиевая там стоит. К примеру, если мы возьмем даже вот другой лобзик модель, здесь вроде бы как бы система такая же, на одном винте вообще, но сама вот эта скоба, она очень толстая, прочная, качественная, и уже гораздо надежнее. И винт здесь хоть и один, но он толстый, и, соответственно, держит уже лучше. К тому же бывают крепления пилочки быстро зажимные, сейчас эти уже более распространенные лобзики, и, соответственно, удобнее использовать. Быстро сменяете пилочку, вам надо, например, по металлу, по дереву, вы работаете по разным материалам, раз-раз быстренько поменяли, без использования всяких дополнительных отверток и ключей. Крепления сейчас уже довольно надежные. Раньше были довольно слабые вот эти узлы, но сейчас уже, казалось бы, простая система, но надежная. Отсюда бывает сбоку, бывает спереди, с торца вот отсюда, зажимаете, бывает повороты, ну, это уже не столь важный момент. Вот, дальше. Маятниковый ход. Маятниковый ход тоже очень важный в лобзиках. Что он нам дает? Многие люди ко нам приходят, когда начинаешь объяснять, они вообще не знают про маятниковый ход, поэтому хотелось бы поподробнее рассказать про него. Он встречается даже у дешевых и, соответственно, более дорогих лобзиков. Маятниковый ход – это возможность пилить мягкие материалы более быстро, без каких-либо усилий. Вот, к примеру, если мы сейчас включим вот этот вот лобзик в сеть, и мы увидим, вот она у нас, ролик, вот он, который прижимает пилочку. Вот, пилочка по нему вот так вот ходит. Соответственно, если маятниковый ход на нуле, мы его включаем, у нас стоит на месте вот этот вот ролик. Так, если маятниковый ход мы увеличиваем, то этот ролик начинает пилочку как бы вбивать в дерево. Вот, смотрите, раз, 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 она уже вбивается в дерево, и, соответственно, вы когда пилите, вам легче ввести лобзик, практически можно вообще там его слегка придерживая, и он уже сам вбивается в дерево пилочкой, сам пилит. Если этой функции нет, то очень тяжело. Вы попробуйте, если у кого есть, или у вас уже есть лобзик на нуле, распилить, к примеру, тридцатку или сороковку доску, вы поймете, что это очень непросто сделать, как-то вот так вот шевелишь лобзик, чтобы она хоть как-то пилила, хотя пилочка вроде острая, новая и недешевая. А ставим на тройку, там, на четверку, и пилиться очень легко. Дальше. Ну, про маятниковый ход, я думаю, понятно. Кстати, твердые материалы, такие как металл, даже какой-то цветной металл, не важно, пилиться всегда на нуле, чтобы пилочку вашу там вбивать-то особо некуда, будет ломать пилку только на нуле. Чем мягче порода, тем, соответственно, больше ставим маятниковый ход. Вот, подошва может поворачиваться. Это не опция, это практически у всех лобзиков, поэтому на этом особо внимания не будем обострять. Вот сюда, кстати, на ролик, вот на этот добавляйте смазочки. Литовочка, следовочка, обычного, не важно. Главное, чтобы она была. Иначе ролик может перегреться, заклинить, и его просто протрет пилочкой, придется менять. Дальше. Есть такая функция, как указатель лазерный. Он указывает нам направление пиления, куда мы пилим. Он бывает от сети, вот как в данной модели, от сети, и бывает от батареек, как вот здесь. Надо снять кожух, поставить батарейки, и включается и выключается отдельно. Здесь работает от сети, батареек нет. Это как бы тоже плюс. Батарейки, соответственно, где-то, если особенно лобзик в гараже, постоянно морозы, там с батарейками, понятное дело, будут проблемы всякие. Вот, когда эта функция есть, и когда она от сети, это плюс. Дальше. Скорость. Скорость обязательно, чтобы у лобзика изменялась, потому что разные материалы пилятся с разной скоростью. Вот. Бывает сверху, вот как в данной модели, да, вот мы включаем, маленькая. И пошел, 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 пошел. Соответственно, чем больше навернули, тем больше скорость. Бывает сверху, бывает сбоку. Вот здесь вот у нас сбоку скорость. Бывает на кнопочке. Вот у нас на кнопке изменяется скорость. Блокировка. Ну, практически на всех. То есть вы можете заблокировать кнопочку, чтобы не держать ее пальцами, если вы что-то долго пилите в одном направлении. Вот. И про мальчиковый ход еще вот бывает, забыл вам показать, другой модель лобзика. Бывает ступенчатая. То есть просто здесь 1, 2, 3, 4, а здесь прям материалы у вас нарисованы, что вам пилить. Например, дерево, ламинат, металлы и все такое. Вот. Ну, это уже как бы прерогатива довольно дорогих лобзиков. Кстати, по подошве. Вот видите, здесь такая она очень жесткая такая, хорошая. Подошву действительно надо очень внимательно относиться, иначе где-то там чуть-чуть ее бах поведет и будет уже неудобно работать. Пылесос, возможность подключения пылесоса. Она как бы тоже практически у всех, ну, у многих лобзиков, вот только вот, к примеру, данной модели нет. А у даже самого дешевого вот есть. И очень важный еще момент – это мощность. Мощность лобзика должна быть, ну, для меня так вообще не меньше, мне кажется, 600 ватт. Но бывают дорогие, можно сказать, почти профессиональные лобзики, а мощность у них небольшая. Например, у Макита 400-450 ватт. И дальше там. Еще есть какие-то именитые такие производители. Начинаются от 400 ватт лобзики. Они пилят нормально, но, как бы, для меня, мне кажется, лобзик должен быть не меньше 600 ватт. Это сейчас не проблема. Такие лобзики в большинстве магазинов продаются. И до киловатта бывает. Вот у нас даже вот этот, вот, к примеру, самый такой громоздкий, у него 860 ватт. Так пилить, что шуба заворачивается, скажем. Работает очень отлично. Вот. Основные моменты я вам рассказал. Смотрите, выбирайте. Вот на это вот обращайте внимание. Ну, а уже фирму там по вашему региону посмотрите сами. На этом все. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Всем удачи. Пока.